Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, как поменять оформление, ну или стиль ВКонтакте. Вот как вы сейчас видите, у меня стиль Звездных Войн. Итак, ну вот сейчас коротко покажу, что это легко сделать очень. Вот так нажимаем сохранить и меняем стили, которых огромное количество. Достаточно просто нажать вот на вот эту цветастую иконку и, скажем, поменять на какую-то тему. Ну, собственно, итак, приступаем. Рассказываю, как это сделать. Итак, для этого нам понадобится браузер Orbitium. И, как видите, у него в описании. Оформить страницу ВКонтакте. Благодаря Orbitium ты сможешь сделать свою страницу ВКонтакте такой, как ты хочешь ее видеть. Меняй фон, цвета, шрифты, создавай свой уникальный дизайн. Тысячи готовых тем, анимированные. Ну вот внизу, как видите, примеры. Здесь справа меняется страница. Вот разная. Как может выглядеть. Итак, нажимаем скачать. Запускать вместе с Windows не будем нажимать. Ну и, собственно, давайте установим. Итак, установка завершена. Несколько секунд прошло. Вот, как видите, и желчок, вот я сейчас внизу, представляет такой разноцветный шар. Из зеленого, желтого, красного и синего цветов. Давайте закрепим браузер. Ну и сейчас зайду в ВКонтакт. И, собственно, покажу, как это все сделать. Ну и сразу же, когда зашли в ВКонтакт, появилась вот такая вот палитра. У вас, прежде всего, спросит дополнительное приложение для вот этого браузера. У меня, несмотря на то, что удалил браузер предыдущего, сейчас заново установил, все равно сохранились настройки и уже программа встроена. Не спрашивает. Ну, вас просто спросит, установить ли внутреннюю программу для вот этого браузера. Вы соглашаетесь. Собственно, после чего у вас появляется вот такая вот палитра. Точнее, даже это будет, когда вы первый раз нажмете на палитру. Ну и, собственно, остается вам только показывать, какие палитры есть. Если кого-то интересует. Насколько действительно может красиво выглядеть. Но, опять же, проверяйте палитры. Может, проверяйте стили или оформление различное. И после чего нажимаете сохранить. И вот, значит, оформление сохраняется. Также можно создать тему. Выбрать изображение. Выбрать потом цвет. Введите название темы и так далее. Вот палитра. Вот цвет будет. Так, включился Алиса. И, собственно, название темы. Так что, друзья, надеюсь, вам видео было интересно. Всего доброго. До свидания.